Казахстанские спортсмены возвратились домой из Китая, где проходили летние азиатские игры. Атлета встречали как героев. Хотя, если честно, особого героизма в выступлении наших спортсменов на этих стартах нет. Это была самая слабая и провальная для нашей сборной азиата в истории всех азиатских игр. Салем до устар, я Тимир Гали Ахат, и это прямо по Кунаево. Сегодня поговорим о спорте. Китайский ханчжоу Брейкданс и Крэш. Также на этих азиатских играх впервые был представлен киберспорт. Прошли турниры по PUBG, FIFA, Dota 2 и League of Legends. Казахстан завоевал на играх в ханчжоу 80 медалей. В медальном зачете мы на 11 месте. Для сравнения, на прошлой азиате в Индонезии у нас было 76 медалей, но из них 15 золотых. И это тогда вылилось в 9-е общекомандное место. Тогда про этот результат писали, что, мол, это провал, так как до этого мы ниже 5-го места никогда не опускались. Да, не знали мы, что будет дальше. Как тогда назвать нынешнее выступление? Безоговорочным лидером Азиады 2023 стал Китай. Второе место взяла Япония. Третье место досталось Южной Корее. Наши друзья, соперники, соседи, спортсмены из Узбекистана на 5-м месте. Как вы поняли, преимущество в таблице отдают тем, у кого больше золота, а не просто медалей. И вот с этим показателем у нас совсем туго. Чемпионов можно пересчитать по пальцам. Ну и начнем, наверное, с бокса. Это тот вид спорта, где казахстанцы претендовали на самые высокие места. Но так было раньше. А еще не забываем, что азиатские игры в Ханчжоу давали не только возможность завоевать медали, но и выиграть путевки на главный старт четырехлетия – Олимпийские игры в Париже. Надо признать, Азиада показала реальную картину нашего спорта в преддверии Олимпиады. Приходится принять тот факт, что мы стали значительно уступать соседним государствам в достаточно традиционных для нас боевых искусствах – борьбе, карате, дзюдо и боксе. Традиционное узбекско-казахстанское противостояние в боксе заканчивается нашим сокрушительным поражением. Мы завершили азиаду без единой золотой медали. В нашей копилке два серебра – это Камшебек Кункабаев, Карина Ибрагимова и три бронзы – Наталья Богданова, Асланбек Шмбергенов, Сагндык Тогамбай. Всего на Азиаде разыгрывались медали в семи весовых категориях. Серебряная медаль позволяла взять лицензию на Олимпиаду. Таким образом, казахстанцы в боксе завоевали две путевки. Надежда нашей сборной и экс-капитан команды Камшебек Кункабаев со счетом 4-0 проиграл узбеку Бахадиру Джалолову, с которым не раз встречался на ринге. Сам Камшебек извинился перед казахстанцами, что не смог завоевать золото. В этом финале, я думаю, все было однозначно. Уж очень силен соперник Камшебека на ринге. Не обошлось и без скандалов. Очень спорным судейским решением завершился бой казахстанца Асланбека Шмбергенова с японцем Цевона Окадзавы. Поединок вызвал большой резонанс в обществе. Многие посчитали, что Асланбека засудили. Асланбек Шмбергенов – действующий чемпион мира, поэтому его бронза Азиады раздосадовала наших соотечественников. А казахстанская федерация бокса обратилась с претензиями в Международный Олимпийский комитет. Но тут, думаю, будет важно отметить, что за всю историю проведения таких турниров еще не было случая, когда итоговые результаты изменяли. Поэтому Асланбеку, кстати, моему земляку, от себя пожелаю завоевать путевку на Олимпиаду на предстоящих стартах. А самая популярная представительница женской сборной Казахстана, Назым Казайбаев, в четвертьфинале проиграла монголке ОЮН ЦЦ к раздельным решениям судей. Таким образом, в погоне за медалями нам следует серьезно поднажать за братьями-узбеками. В их копилке целых три золота – Бахадир Джалолов, Хасамбой Дусматов и Абдумалик Халоков. И две бронзы – Турарбек Хабибулаев, Нигина Уктамова. А звание боксерской державы Азиады забирает себе Китай. Пять золотых, по две серебряные и бронзовые награды. Эти азиатские игры можно смело назвать самыми провальными за последнее время как для мужской сборной по боксу, так и для женской. Для сравнения, на Азиаде 2014 года мужская сборная смогла завоевать шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали. А женская команда в тот же год взяла серебро и бронзу. Хотя казахстанские представители греко-римской или, как ее еще называют, классической борьбы, вольной и женской борьбы не отметились громкими скандалами, радостных поводов, по идее, мало. Печальный факт, что по всем трем стилям борьбы золотых наград – ноль. Мы смогли завоевать две бронзы и два серебра, что, естественно, мало для удержания былого статуса борцовской державы. Тройку лидеров по количеству медалей во всех трех стилях составили Иран, Япония, Кыргызстан. Вольники пролетели, как фанера над Парижем. Ноль медалей. Таким образом, мы повторили антирекорд азиатских игр в Джакарте 2018 года. Ну, как говорится, что мы только о грустном. Я так понимаю, в нашей стране появляется новый вид спорта, в котором наши спортсмены становятся фаворитами мировых стартов. У казахстанских каратистов картина такова – первое место в медальном зачете. Ну а теперь, как говорится, возвращаемся в суровую реальность, где наши дзюдоисты остались без золота. Казахстанцы добавили в общую копилку одно серебро – Абиба, Абужакынова и четыре бронзы. Героями азиады в велоспорте стали Алексей Луценко и Евгений Федоров. Они завоевали два первых места в групповой гонке на велошоссе. Евгений Федоров принес сборной золотую медаль, а чемпион в индивидуальной гонке – Алексей Луценко серебряную. Если посмотреть на историю выступления наших спортсменов на азиаде, у меня складывается ощущение, что наш спорт деградирует и с каждым разом мы как будто пробиваем новое дно. Посудите сами. Первая азиада, в которой участвовал Казахстан, это было в 1994 году в японской Хиросиме – четвертое место. Далее азиада 98-го в Бангкоке – пятое место. Потом был Пусан с его четвертым местом. Ну и дно было пробито в Ханчжоу, где мы заняли всего лишь 11-е место. И мы решили сегодня спросить у нашего эксперта, чем вызван такой провал нашей команды на азиатских играх. Система. У нас эта система, к сожалению, в последнее время система страдает. Сейчас пришел новый министр Муржухбаев Ермей Гуромбаевич, насколько я не ошибаюсь. Он бывший Аким Акмолинской области. Я знаю, читал про него в Википедии и так со стороны знаю человек спорта. Он сам боксер, мастер спорта Казахстана по боксу, начинал работу учителем физкультуры, долгое время тренировал детей в свое время, так скажем, почувствовал вкус раздевалки в кавычках, то есть как все эти моменты. И что интересно для меня было, что на азиаде он приехал в начале игр и в конце игр тоже поддержать спортсменов. То есть здесь у него завал, он только новоиспеченный министр, ему надо разгребать очень много материалов, документов, работы. Он приезжал на азиаду и лично сам поддерживал. Это, наверное, дорого стоит, это, наверное, говорит о том, что это человек близок к спорту и, наверное, это оказало свою поддержку спортсменам. Но, опять-таки, предстоит сейчас новому министру очень много работы, потому что впереди Олимпийские игры 9 месяцев до Парижа. И сейчас полностью менять эту систему, рушить, строить заново, это очень много усилий потребует. Ну, надеемся, что у нового министра все это получится, потому что он человек спорта. Одна из проблем, что у нас менеджмент в спорте немножко страдает, из-за того, что очень часто смена руководства. Я так понимаю, это мое субъективное мнение. Конечно же, есть большая проблема у нас, об этом мы всегда говорим, нет вертикали власти в спорте, как и в других сферах. Допустим, откуда у нас чемпионы? Чемпионы у нас приходят с регионов. Регионы должны готовить спортсменов и отдавать национальные штатные команды, национальную сборную. Кто у нас сейчас в регионах? Допустим, во многих областных центрах начальники управления спорта областных тоже далеки люди от спорта. Учитывая результаты Азиады, думаю, не стоит нам питать больших надежд на предстоящие главные старты четырехлетия. Да, я понимаю, что у нас есть еще два года на подготовку, но за такой промежуток времени мы не сможем вырастить новое поколение спортсменов, которые бы принесли награды в копилку нашей страны. И как болельщик своей страны я полностью согласен с комментарием нашего ММА-бойца Куата Хамита о том, что вместо того, чтобы тратить миллионы на футбол, надо вкладывать деньги в те виды спорта, которые приносят нам медали на таких мировых стартах. Еще добавлю о коррумпированности спортивного сектора нашей страны. Повсеместно год за годом сфера культуры и спорта оказывалась в центре коррупционного скандала. Все мы помним историю с программой «Артспорт», да? Коррупция в спорте распространяется различными способами, начиная от строительства спортивных объектов и заканчивая подкупом спортсменов или судей. Допинговые скандалы последних лет, которые коснулись и спортсменов Казахстана, заставляют размышлять о ситуациях, когда результаты получают с нарушениями правил. Помимо этого, выделенные на спортивное развитие страны бюджетные средства попросту не доходят до сферы своего назначения. Вот так и живем, господа. Как говорится, быстрее, больше, хитрее. Кто-то богатеет, а мы потом сидим и думаем, почему у нас в стране перестали появляться спортсмены, которые будут поднимать флаг Казахстана на пьедестале. Ведь и минувшая Азиада не прошла без скандалов. Мы уже рассказывали, что спортсмены жаловались на качество формы, разваливающиеся кроссовки. И тут, наверное, сработало по принципу, какой ответ, такой привет. Думаю, что сложно крутить педали велосипеда, когда у тебя пятка на башмаке отклеилась. Друзья, а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, о чем хотите поговорить. Вместе у нас обязательно получится быть услышанными. До скорого.